Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! В Алтайском крае весна полностью вступила в свои права. Теплая и сухая погода позволила выкатиться всем тем, кто зимой простаивает – мотоциклистам, велосипедистам и электросамокатчикам. Последних становится все больше. Едва они появились на дорогах Барнаула, уже успели засветиться в ДТП. Накануне жертвой скорости стала школьница, передвигаясь на самокате, оказалась под колесами авто. И таких случаев рассказывают сотрудники автоинспекции десятки в год. Тем временем в Верховном суде России встал вопрос о приравнивании электросамокатов к транспортным средствам. Анна Рашагирова продолжит тему. Это видео уже облетело соцсети. На них последствия аварии на Зебре, что на пересечении улиц Усково-Взлетной. Работает скорая. Минутами ранее 12-летняя девочка на электросамокате попала под колеса авто. Заезжаю на пешеходный переход и в этот момент на огромной скорости, по моим подсчетам это было около 25-30 км в час, девочка на электросамокате, едет по пешеходному переходу по улице Усково и врезается в бампер передний моего автомобиля, в правый угол переднего бампера. После чего она падает на капот. В этот момент я уже резко затормозила, девочка падает на капот и скатывается с капота перед колесами машины. Родители девочки говорить с нами не захотели, но известно, что их дочь, к счастью, серьезно не пострадала. А вот на владельце автомобиля в соцсетях рухнул шквал ругательств. В социальных сетях, когда появилась вот эта вот информация и первые фотографии аварии, конечно, все меня проклинали, что заберите у нее права, она не купила мозги и так далее, она купила права. Момент аварии все же удалось запечатлеть. На кадрах видно, ребенок стремительно вылетает на пешеходный переход. Впрочем, детали ДТП еще выясняются. Однако случай показательный. Число аварий с участием водителя-пешехода на самокате год от года растет. Да, и пока что самокатчики относятся к пешеходам. Пешеход идет 5 километров в час, а самокат в 4 раза быстрее получается. Это получается слишком быстрый пешеход, он неожидан для водителя, и поэтому происходят такие дорожно-транспортные происшествия. В прошлом году у нас за год было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов. Шестеро из них несовершеннолетние пострадали. И 20 километров в час – это еще не предел. В отдельных случаях разогнаться на таком железном коне можно вплоть до 70 километров в час. Однако те, кто сдает самокаты в аренду, уверяют – скорость на них ограничена настройками. А вот о своей безопасности каждый из арендующих должен подумать самостоятельно. Каждый выбирает для себя. Конечно, каждый человек может и с налокотниками, и со шлемами кататься, но в целом это не требуется. Специальных навыков управления таким средством индивидуальной мобильности также не требуется. И тем не менее, даже обычные самокаты становятся участниками ДТП. Только на один из детских травмпунктов города каждую неделю приходится два-три таких случая. И электро, и обычные, но чаще обычные. Чаще обычные самокаты падения, травмы разной степени тяжести, это и переломы, и ушибы, но в большей степени, к счастью, это ушибы, повреждения мягких тканей. Тем временем в Верховном суде страны после очередного ДТП в Москве разгорелась дискуссия о статусе электросамоката. Иск подал автовладелец, который насмерть сбил пешехода на двухколесном коне на проезжей части. Суд иск отклонил, тем самым дал повод считать электросамокат транспортным средством. Однако официальной информации пока не было, а значит, что гонщикам на самокате стоит передвигаться по тротуарам, не забывая о безопасности. Анара Шагирова, Вадим Быстревский. День с толком. В ближайшие дни и вовсе будут жаркими. В Алтайском крае объявлен пожароопасный сезон. В западных районах ожидают четвертый класс горимости из пяти. Готовы ли спасатели к возможному увеличению числа пожаров узнавала Анастасия Наборщикова. Поселок Черницк на днях едва не сгорел. Людей спасают из огня. Тушить пожар приехали более 150 спасателей. Понадобилось 40 единиц техники. Возгорание, которое произошло условно, распространилось на 100 гектаров. Так в Барноле прошли учения. И это один этап из трех. Проводились попаводки в рамках оперативной обстановки. На втором этапе Алтайский край выступил впервые, в пилотном проекте по оказанию финансовой помощи гражданам через портал государственных услуг. Природный пожар – это последняя тренировка. И сейчас, наверное, одна из самых главных. Ведь если говорить о том, что происходит в реальности, уже сегодня известно почти о тысячи возгораниях. В апреле прошлого года их было около 200. Все это так называемые термоточки, к которым относят и пал травы. В данное время проходит заседание правительства Алтайского края. И первый вопрос, который рассматривался, это как раз готовность сегодня к тушению пожаров. Это такая мобилизация наших сил, когда необходимо всем приложить усилия для того, чтобы не допустить распространения пожарных ситуаций, либо наводнений. Ну а в Черницк приехало порядка 10 служб. В списке сил МЧС – медики, представители газовой службы и, например, районная администрация. В случае с ЧАЭС их работа должна быть отлажена. Друг без друга не смогут сработать оперативно и спасти людей от возможной гибели. Анастасия Наборчикова, Дмитрий Денисов. День с толком. Кстати, на заседании правительства министр природных ресурсов в крае Андрей Стрелковский сообщил, что сейчас в селе Волчиха начали авиапатрулирование наиболее пожароопасных участков. А при Минприроде работает круглосуточная диспетчерская служба. Особое внимание министр обратил на ландшафтные пожары и обратился к главам муниципалитетов с просьбой проводить противопожарные мероприятия и усилить работу по отсыпке земель, прилегающих к лесам. Работа действительно проведена. Большая, подготовительная. Решения все приняты, которые необходимы для того, чтобы мы этот сезон прошли без, скажем так, потерь. Но решения тем и особенные, что они могут приниматься, но они же должны еще и исполняться. Прошлая неделя на Алтай была сложной в плане паводковой ситуации. Из-за подтопления перекрывали дороги. В нескольких районах региона пришлось откачивать воду, потому что она подтопила не только огороды, но и дома. А сегодня мы связались со спасателями, чтобы узнать, что изменилось к концу этой недели. На данный момент паводка обстановка в регионе остается стабильный. Случаев подтопления жилых домов не зарегистрировано. Уровни воды в реках края ниже критических. На основных реках отмечены ледовые явления. Реки Алей, Бурла, Ануй, Песчаная, Чарыж, Бия, Чумыш очистились от льда. На реке Обь в районе Камня-Наби густой ледоход. Ведется постоянный мониторинг ситуации. Обстановка в крае в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления силами в кризисных ситуациях. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю. Центробанк пересмотрел решение и с 18 апреля россияне вновь смогут покупать в банках доллары. Итого ограничение на покупку и продажу продлилось чуть больше месяца вместо заявленных ранее шести. Но и за это непродолжительное время в России успел появиться нелегальный рынок иностранной валюты. Если доллар не купить в банке, то купить его можно в другом месте. За тот месяц, что Центробанк запретил выдавать физлицам валюту, возродились спекулянты в онлайн. Спекуляция долларами была, есть и, наверное, будет. Юрий Фрис, председатель Алтайского союза предпринимателей, хорошо помнит Барнаул 90-х. Тогда валюты открыто торговали на барахолках или базарах. Это одно из знаковых мест, где в Барнауле продавали доллары. Финансовые институты только создавались, законы не поспевали и серый рынок процветал. Мошенники, конечно, встречались, но обычно все-таки продавцы предпочитали не обманывать, ведь они работали на свою же репутацию и маржу могли закладывать небольшую, почти себестоимость. Буквально совсем недавно период, когда банки выставляли курс по покупке доллара 80 рублей, а продажи 180. Вот это вот спекуляция или не спекуляция? Торговцы валютой Фрис называют не иначе, как предприниматели. В телеграм-каналах доллар продают и за 90, и за 10, в то время как сегодня Центробанк готов это сделать за 85, но цифровой доллар. Потребность есть, потому что, несмотря на закрытые в определенном смысле границы, все равно у многих контракты, многим надо оплачивать товары, которые заказаны. Потребность есть. За осуществление купли-продажи иностранной валюты, минуя полномоченные банки, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях. Предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% незаконной валютной операции. Ответственности подлежат как продавцы, так и покупатели таких сделок. Операции из рук в руки незаконны, хотя и угрозы для банков не несут, зато рискованы для покупателей. Нарваться на мошенников сейчас гораздо проще, чем в 90-е. И такие случаи в России уже есть. Большинство экспертов уверены, что повальной спекуляции в 2022-м не будет, а некоторые и вовсе советуют вкладываться в рубль. Мы приходим от этой жесткой глобализации к кластерам региональным. Возникает совершенно новая роль у валют лидеров этих кластеров, соответственно, рубль, юань. Я их вижу как хорошие расчетные внутрикластерные валюты, которые, соответственно, могут через пары, валютные пары, рубль, юань, свободно конвертироваться. И здесь значимость доллара, как мировой резервной валюты, она, конечно, сильно будет переоценена. Тем не менее, с 18 апреля Центробанк возобновит продажи долларов физлицам. Ведь спрос на них есть как у предпринимателей, так и у обычных людей. Вот только существующий курс многие называют нарисованным, не имеющим никакого отношения к реальному. Так что Банк России будет вынужден отменять ограничения, мешающие рублю слабеть. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. О дефиците импортных препаратов заговорили барнаульские ветеринары. По их словам, особенно большая проблема с препаратами для наркоза. Анна Рашагирова разбиралась. Обезболивающая Франция, Франция, Италия, Нидерланды. То есть, все Европа? Все Европа. Запасы импортных лекарств есть, но вскоре и они могут закончиться, рассказывает ветеринар Юлия Бурнашева. Благо, в начале марта руководство клиники успело закупиться препаратами из-за рубежа. Сегодня же на базах их практически нет. Врачи винят во всем европейские санкции. Большая проблема возникла в частности со средствами для наркоза. Осталось 20-25 флаконов, и если их дальше не будет, будут проблемы с оперативным вмешательством животным. И как будете оперировать? Никак не будем оперировать, мы уже не можем на живую. К сожалению, даже российского наркоза ветеринарного, то, чем мы имеем право пользоваться, на самом деле не так много. И далеко не каждому препарату можно найти отечественный аналог. К примеру, самые простые противоаллергические таблетки для животных пришлось заменить российскими. Правда, теми, что предназначены для людей. Что уж говорить про анестезию. Это наркоз, препарат залетил. Сейчас это вот, так скажем, тот препарат, которым мы работаем абсолютно для всех животных. Как для домашних, так и для диких, экзотических животных. Именно инъекционный наркоз. Один из самых таких хороших. Но есть другие препараты, те, которыми мы пользуемся, но действия немножечко не то. Его у вас хватит на сколько? Его у нас хватит до конца лета. Отечественные аналоги для начала нужно опробировать, говорят ветеринары. Вывести дозы для каждого животного, а потом протестировать. В случае, если операция понадобится экстренно, а подходящего наркоза не окажется, делится Артем. Резать, что называется, на живую слишком рискованно. На худой конец, если вообще не будет, но есть, существуют блокады, те, которые будем применять, блокировать нервы, обезболивать. Потому что работа врача, точнее хирурга ветеринарного, она непосредственно должна быть максимально правильной, максимально удобной не только для пациента в качестве обезболивающего, но и еще и для работы хирурга. Нехватка препаратов уже сказалась на кошельках владельцев домашних животных. Импортные лекарства пока не еще есть, ведь клиниках резко подорожали. Но даже это не останавливает хозяев, ведь каждый хочет видеть своего питомца здоровым. В крайне сложной ситуации оказались и приюты для животных. Запасов импортных препаратов для наркоза, к примеру, в Барнаульской Ласке хватит буквально на месяц, сообщает руководство приюта. Стерилизовать бездомных животных после отлова по факту может оказаться нечем. У отечественного ветеринарного наркоза, который обезболивает, нет. У нас есть только средство, которое обездвиживает животное. У нас еще некоторые клиники используют газовый наркоз. Но это у нас всего у нескольких клиник есть такое оборудование. У нас такого оборудования нет. Ну, либо что там? Лидокаином обезболивать по старинке. На лидокаине обычно делают, знаете, ну, такие операции, типа там, ушить рамку. А мы-то все-таки говорим про стерилизацию, это полосная операция. Пока сейчас врачи все в своих, скажем так, каких-то группах, чатах, форумах вообще обсуждают, как быть дальше. Конечно, есть какие-то условно-человеческие аналоги, да, ну, человеческий наркоз, который можно определенной дозировкой использовать у животных. Но встает вопрос законной формы его закупок, да. То есть, как оформлять, покупать, потому что это все равно такие препараты рецепторные. Накануне посевной вдвое больший спрос на гречиху фиксирует поставщик семян из Косихинского района. Один из крупных сельхозпроизводителей Владимир Устинов говорит, такого ажиотажа давно не видел. Покупают и соседние регионы, и алтайские фермеры. В этом сезоне власти заявили об увеличении площадей под гречиху. Почему не все поддерживают эту тактику и в каком положении аграрии накануне посевной, расскажет Анастасия Драган. Еще больше гречихи. В 2022-м этой культурой в России засеют на 5% земли больше, чем в 2021-м. Владимир Устинов – один из поставщиков семян гречихи на Алтае и не только. Нетрадиционно стало брать Кемеровскую область и совсем нетрадиционно Новосибирскую область. Или уж совсем нетрадиционно, если так вот анализировать то, откуда поступали заявки. Это и Иркутская область, и Дальний Восток, близость Китая, и Китай с удовольствием ее берет. Спросы вдвое больше, чем обычно. Волна предложений пришла месяц назад, говорит фермер. Увеличение площадей власти объясняют просто. На кону вопрос продовольствия. Она чистенькая, видите? Да, и крупная. И крупненькая. Алтайский край традиционно занимает лидирующие позиции в России по производству основных видов крупяных изделий. В том числе гречневой крупы. 57% от российского рынка. Овсяной крупы – 43%. Ячневой и перловой – 25%. Зерновых хлопьев – 16%. Однако сам Устинов отдает под гречиху пятую часть площадей – 700 гектаров. И наращивать не собирается. Говорит, во-первых, у него четкий севооборот. Во-вторых, продовольственной гречки у него не так много. А в-третьих, если фермеры перестараются, то сами же обрушат на нее цену и раскачают рынок. Севооборот постоянный. Согласный севооборот. Никаких увеличений ни гречки, ни сахара, ничего не будет. Не то, что сегодня побольше посеять, потому что востребовано подороже получить, а потом, что куда вывезти. Куда больше фермеров волнует вопрос техники. Накануне посевной здесь в целом приводят в порядок аппараты, вносят новшества. Как распределитель вот здесь вот масло подает, открывает там заслоночки. Понимаете? Вот такая вот, да. Здесь открывается, засекается. Усовершенствовали немножко, чтобы засыпать можно было удобно в бункер. Проявлять смекалку, возможно, придется чаще. Эти бушные лапки до февраля бы уже выкинули, а сейчас их разберут на более мелкие детали. Клуг новый, французский. Вот она, канадская брона. Это американский культиватор, американский трактор. Может быть, это не совсем не патриотично, но технологию мы как раз отработали на технике недружных стран. Мы дождались сегодня более-менее изготовленный в России комбайн. А вот акросы сейчас, последние модификации меня стали устраивать. Вот эту лапу везти с Америки там или из Испании везли. Вот она сделана российская и с лучшим качеством сделана, кстати. Фермер надеется на скорейшее совершенствование российской сельхозтехники или поиск обходных путей для поставок. А пока он сделал небольшой запас запчастей, стоимость которых выросла почти в 50 раз. О трагедии на озере сообщили нам жители Ленинского района. Они возмущены тем, что из-за руки человека в их любимом озере погибли все андатры и утки. А ведь когда-то в водоеме можно было плавать и ловить рыбу. Что произошло с озером? Кто убил все живое? Продолжит Ирина Корчагина. Шли андатры, все распухшие, все 20, не меньше 20 штук. И они вот тут лежали дохлые, вот шли туда в Косогор. Прям лежали, их собирали, их выбрасывали. Погибли все. Плывет одна утка и та навстречу фекалиям. Экологическая катастрофа произошла в озере возле домов на улице Гущина. Местные жители говорят, проблемы начались еще в прошлом году. Сначала в воздухе заиграли миазмы, а позже канализационный запах с озера начал доходить уже до окон домов. Люди уверены, в этот водоем кто-то подло сливает фекалии и прочие нечистоты. Ну, когда мы заселились, здесь было большое, хорошее озеро. Мы здесь ходили, выходили здесь, рыбаки также рыбачили. Мы здесь могли пожарить также шашлычок. То есть, ну, конечно, с собой убирали. Здесь было очень хорошо. Уточки летали, лягушки клакали. Было красиво. Теперь ушли даже лягушки. На языке чиновников озеро безымянное. А ведь именно здесь, говорят местные, находится исток реки Пивоварка. К этому истоку периодически приезжают осенизаторские машины и под чутким контролем местных пенсионерок делают свои грязные дела. Также зимой здесь произошла авария из слив канализационных стоков. Это, это именно это. Это дерьмо. Которое должны были убрать, никто это не убрал. Здесь, если обойти озеро с той стороны, то есть направление сюда, там, как коллектор, я не могу объяснить, как это называется. Шум воды идет, вода, это не вода, канализация. И она вся сливается в озеро. То есть, люк фактически не закрыт. Мы его легко открыли, посмотрели, туда можно, пожалуйста, сбросить все, что угодно, исчезнуть там и потеряться навсегда. Слышится шум, как хорошо бежит вода в это озеро, пополняя его нечистотами. Прекрасно. Жители подключили ОНФ, писали в разные инстанции, но пока так и не выяснили, кто должен очистить озеро и почему до сих пор это никто не сделал. Озеро с уточками, как он называет барнаульцы, это участок, который расположен на части парка юбилейного. Собственно, он таким образом отмежен, просто переходящий за улицу Малахова. Потому что традиционно мы воспринимаем парк юбилейный только по одну сторону. Я думаю, первое, нужно выяснить, кому, на чьей земле расположено это озеро. Возможно, сделать водоохранную зону. Вокруг дома, вокруг живут люди, озеро с непонятными нечистотами. Вернутся ли на озеро андатры, утки и лягушки? Сегодня это зависит от чиновников и упорства местных жителей, которые не хотят мириться с болотом под окнами. Мы обязательно будем следить за этой темой. Ирина Корчегина, Александр Антропов, День с толком. Кинозалы пустуют, новинок практически нет. Из-за событий на Украине люди ограничены в выборе фильмов в кинотеатрах. Сейчас там в основном показывают популярные отечественные киноленты прошлого века. Валентина Аскерова узнавала, как относятся к этому барнаульцы и есть ли чем заменить западные фильмы и мультики. Блокбастеры-то у вас не появляются? Они планируются когда? Вы знаете, какая обстановка? Я не могу вам не забрать. Людей в кинотеатрах можно пересчитать по пальцам. Кинозал опустили, а с ними и касса кинотеатров. Голливудские новинки, на которые с охоты шли горожане вне зоны доступа уже второй месяц подряд. Часть киноманов это устраивает, но есть и те, кого возмущает. Я очень расстроился, когда отменили выход Бэтмена. Я ждал его полгода, смотрел трейлеры и очень надеялся, что его покажут и я получу позитивные эмоции от его просмотра. Но, к сожалению, этого не случилось и я беспокоен этим фактом, как и выходом всех остальных голливудских новинок. Я очень люблю старые советские фильмы, больше, чем современные. Да вообще ни на что не пошло. Неинтересно. В кино не любите? Нет, не люблю. Не скучаете по блокбастерам? Не скучаю. Качество в последнее время очень плохое в зарубежных фильмах. Сейчас в кинотеатрах тренд на показ старых российских фильмов, которые пользовались популярностью в свое время. Так менеджер по кинопрокату Татьяна Потапова рассказывает, что горожане готовы платить за просмотр на большом экране известных фильмов Балабанова «Брата, брата 2». «Брата 2» – это, конечно, все хорошо, но мы это видели. Конечно. И хочется нового. Как вы к этой ситуации относитесь? Да, ну, безусловно, она не может радовать. Безусловно, кинозалы, конечно, будут испытывать определенный голод. Спорт, культура, кино должны быть отдельно от политики. Поэтому я думаю, что через какое-то время все вернется на круги своя. И, конечно, мы снова будем видеть те фильмы, к которым зритель привык. Мало того, что пандемия отучила людей ходить в кинозалы, так еще и санкции лишили возможности выбирать фильмы по душе. Однако специалисты Алтайского молодежного центра говорят, что сегодняшняя ситуация может стать драйвером развития российского кино, в том числе кинематографа в Алтайском крае. Кстати, совсем скоро случится важнейшее кинособытие для нашего региона – выход короткометражного фильма «Домой», работу над которым совсем недавно закончил молодежный центр. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Гейнстолкам. Отечественные фильмы и региональное кино – то, на что давно делали ставку в кинотеатре «Премьера». Зарубежные фильмы там тоже есть, но все ленты этого кинотеатра не рассчитаны на каждого зрителя. Там тоже боятся возможных проблем, но пока не слышали о закрытии хоть какого-то кинотеатра. Мы встретились с руководителем Алтайского государственного дома народного творчества Еленой Карповой и поговорили о том, популярно ли так называемое «непопсовое кино», какой он портрет зрителя, идущего на такие фильмы, и что могут почерпнуть в кинолентах те, кто перешел на подобную афишу. Кинотеатр «Премьера» работает в необычном режиме, не таком, как все кинотеатры, и показывает не такой контент, показывал и ранее, не такой контент, как все кинотеатры города Барнаула и других, наверное, городов. Это не блокбастеры, это неизвестные популярные фильмы, которые первая икра. У нас другой, у нас кино иное, у нас очень много фестивальных фильмов. Фестивальные фильмы мы заходим в Шокшинский, вы знаете, Дни на Алтай, фестиваль у нас огромный. Это и «Ночь кино», это «Уличное кино», фестиваль, это фестиваль в ГИК. То есть мы очень много показываем в течение года фестивальных кино, национальное кино, где подняты духовно-нравственные какие-то проблемы, национальные проблемы и так далее. И в связи с этим у нас сложился свой зритель, который интересуется этим контентом именно. А вы не переживаете, что гостяк вашей афиши сейчас принимают другие кинотеатры? Вот за счёт этого мы переживаем, да. Переживаем, что к этому кино, которое мы только показывали и являлись иногда одним кинотеатром, где можно было увидеть только у нас ту или другую картину, сейчас, к сожалению, во всех кинотеатрах, которые остались без голливудского кино или без первой там картины, они тоже переходят на такой же контент, и уже теперь у нас есть пересечение, мы, конечно, переживаем. Портрет зрителя нашего, в принципе, отличается. Вот зарубежного или отечественного не могу сказать, а вот портрет нашего зрителя. У нас приходят журналисты, приходят какие-то ещё кинолюбители, люди, разбирающиеся в кино, люди, понимающие кино. Мы начинали, когда работать, к нам больше пожилое население всё-таки шло, потому что самый дешёвый билетин, у нас очень много было бабушек, очень много было женщин возрастных, а сейчас у нас контингент достаточно молодой, от 20 до 30 лет очень много таких. Ну да, мотенавторское кино. Но мы создавали кинотеатр именно для тех людей, которые не едят во время кино, не пьют пиво во время кино, а смотрят и наслаждаются видеоконтентом. Ну, всё зависит от картины, всё зависит от картины. Бывает и на отечественное кино придёт много зрителей, бывает и на зарубежное не придут зрители, например. А что с алтайским кино? Ведь у нас его тоже снимают. Региональное кино хотелось бы очень развивать нашего региона. У нас в рамках наших фестивалей проходят встречи с нашими авторами, и я думаю, что мы с ними тоже сможем поработать. Ну, с Кузнецовым мы работаем, и фильмы его несколько раз показывали. Ещё у нас есть такое интересное мероприятие, как киноклуб. У нас раз в месяц проходит киноклуб для кинолюбителей именно регионального фильма. Там мы показываем, мы встречаемся с нашими режиссёрами, с нашими постановщиками, с нашими кинооператорами. Учим людей, как правильно снимать, как правильно смотреть кино, как правильно всё остальное делать, что связано с кино. Я привыкла ходить и всех своих друзей приводить в наш кинотеатр, смотреть наш контент. А у нас зарубежных фильмов много. А да, они, я ещё раз говорю, не Голливуд, не блокбастеры, но у нас очень интересные фильмы. Победители Каннского фестиваля, например, или ещё какие-то фильмы, которые ретроспективы сейчас, очень хорошо идут. «Крёстный отец» мы показали с большим количеством зрителей. «Фотоувеличение» показали с большим количеством зрителей. То есть вот такие фильмы, которые были сняты ещё там ранее, да, намного раньше, да, годы там Советского Союза, скажем, ещё когда был Советский Союз снятый. В то время мы сейчас их берём, и зритель с удовольствием идёт на них. Часть из них очень, большая часть из зарубежного в том числе. Ну, также сейчас, думаем, ещё с индийским кино зайдём, кроме русского кино. Конечно же, русский контент у нас тоже присутствует, российский контент. Ну и российский контент у нас тоже своеобразный. То есть у нас не найти таких фильмов развлекательных, а более всё-таки мы сосредоточены более на зрителе, понимающем кино, понимающем проблемы в кино, понимающем духовную, нравственную составляющую киноиндустрии. Да, посмотрят люди, может быть, хорошее кино, которое было годами создано, правильное кино, с правильными задачами, целями. И, возможно, и нравственность нашего подраставщего поколения как-то отразится в положительную сторону. В Парнаульском зоопарке пополнения мангусту Бучи привезли невесту с вкусным именем Манго. Наша съёмочная группа стала свидетелем зарождения их любви. Подробнее о первой встрече Валентина Аскерова. Это первое свидание. Если их запустить, они очень дружелюбные социальные животные, которые друг другу вреда не принесут. Первая встреча мангуста Бучи и его молодой невесты Манго. И уже всё понятно, пара сложилась. Подругу Бучу привезли из частного новосибирского зоопарка специально для создания семьи. Смотри, смотри, она прямо эта самая. Она в охоте уже? Она в охоте, да. В общем, эта девочка готова стать молодой. Наличие пары – это всегда появление потомства. Это очень здорово. И главное, что это соответствует требованиям, которые предъявляются к зоопаркам, это восполнение видового многообразия на планете. Восьмимесячная хищница Манго – настоящая непоседа и крайне любопытная. Мангуста – это животное любознательное. Вот вы сейчас посмотрите, как оно себя ведёт. То есть первое, что необходимо, это вот сразу же мы начинаем ковырять. Ищут корешки, червячки, жучки. Это постоянно. Родом мангуста из Северной Африки и Индии появились на Земле около 65 миллионов лет назад и с тех пор прекрасно ладят с людьми и даже их защищают. И несмотря на небольшой размер, как мы знаем из рассказа Киплинга, Рики Тикитави, мангусты с лёгкостью справляются со змеями. А поскольку они хищники и питаются мелкими грызунами, то есть не брезгуют они ни мышами, ни крысами, но лакомство для них, конечно же, это змеи. И поэтому они спасают прежде всего жильё индейцев, жильё африканцев от опасных змей, которые могут заползти в жилище. И мангуст, вот он проявляет свою. Поэтому настоящие Рики Тикитави. А Барнаульский зоопарк, между прочим, может порадовать гостей не только парой мангустов. Уже на следующей неделе сюда приедет канадский волк, а чуть позже коллекцию пополнят редкие птицы. Филины, соколы, балобаны и орлы. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова